И у нас был выбор ехать в Молдову, либо оставаться там. И мы с путя шести часов обсуждения решили ехать, потому что говорили, что ехать опасно, в дороге еще хуже. Но и оставаться тоже был не вариант, потому что мы жили на шнадцатом этаже и не хотели оставаться. Я был против. Вот, значит, здесь я делаю ролики к обычным тиктокерам. Это все легко придумывается. Техническая часть легкая, самая сложная часть это понять, что ты хочешь донести, что ты хочешь передать, кроме того, что там злость и так далее. Какой месседж ты хочешь передать? Поэтому это самое сложное. Это основное, основное, что занимают. А рифмы и техническая вся часть придумывать, это быстро. Насколько было сложно в начале продолжать писать шутки, продолжать выступать? Да, в начале было очень сложно было. Я этого не делал практически пару недель. Потому что я не знал, что делать, просто собирался с мыслями. Мы с ребятами обсуждали, что наша профессия вообще не нужна и надо браться за что-то физическое. То, что руками делают, я не знаю, там, повар, врач, строитель, что-то такое человеческое. Но потом я понял, что это бред и это тоже наша профессия и это надо продолжать, даже в условиях войны. У всех это в первый раз и никто не знает, как себя вести в этом случае. Я тоже не знал. Вот особенно комики или артисты, которые, у которых достаточно развита рефлексия, чтобы они там грызут себя, ты себя винишь в том, что, а можно ли это делать? А можно ли смеяться, когда веселиться, веселить, когда вот такое происходит? А можно ли, а можно ли? Но потом оказалось, что, конечно, можно, конечно, это нужно людям. Я смотрю сейчас только украинский стендап, западный смотрю. Иногда, когда интересный комик украинского стендапа очень много смотрю. Есть, конечно, и такое себе, но в основном мне очень много вещей нравится. Ты думаешь, артисты в таком контексте инструмент пропаганды? Да, очень основной инструмент пропаганды. Самое большое заблуждение, в том числе и мое, в том, что пропаганда – это новости. Пропаганда – это когда сидит человек и рассказывает тебе в новостях какую точку зрения, какой-то угол, и это на тебя влияет. Совершенно неправильно. Это только маленькая часть пропаганды. Вот такая часть пропаганды. И полная картина – это кино, это видеоролики разные, это артисты, их песни, их мысли в песнях, это менталитет, это очень глубокая вещь. Четко идет информационная война до сих пор и была, и я когда это понял, я понял, что у меня есть аудитория, и я должен как-то тоже помогать, пытаться что-то делать. И вот я тогда начал что-то делать, потому что вот это «ты что, ты же артист, вне политики должен быть», это бред полнейший. Из-за этого, в принципе, и начинаются войны, из-за этого начинаются конфликты, потому что ты не участвуешь. Я недавно даже вспомнил, как я с родителями дома, раньше просто сидишь за столом, общаешься, начинаешь что-то говорить о политику, и звучала такая фраза, что «там мы никогда не узнаем, что там на самом деле, нам не дано понять, что там на самом деле, там они все знают, у них большая форма». Вот это заблуждение полное, потому что если ты так думаешь, ты отстраняешься, и они могут делать, что хотят. Вот, это полное заблуждение, ты всегда в праве, если ты не понимаешь, что происходит, ты в праве спросить, ты в праве интересоваться, ты должен понимать, ты, граждане, поэтому я вот сейчас пытаюсь как-то более осознанно быть в этом плане, интересоваться, информироваться. Отвечая на вопрос, ненависть, какая-то злость на происходящее, на тех злых людей, мягко говоря, из-за которых это все происходит, конвертировалось в юмор, да. Сегодня будем тестить новое шоу. Будет на румынском языке, будет вести его Александр Гитсан. Это будет шоу, касаемо истории Молдовы. Шоу у вас в Молдове, все в порядке, не стреляют? Да нет, все нормально, но люди уезжают, и я их понимаю, там семья, вопросов нет вообще, и ты не осуждаешься, если не знаешь, что там на душе. С мая ты начал такую рубрику, шоу у вас в Молдове. Почему ты начал это делать? Я помню конкретно из-за чего это было, из-за того, что это начало касаться очень прямо было актуально обсуждение того, что наступит война в Молдове. Было прям это не просто вот так, а прям все, все собирали чемоданы. При Днестровье что-то случилось, был взрыв, и все, было вот такой накал, что вот на нас нападут со всех утюгов, это всюду было это, а я тут был, чувствовал, что происходит, общался с людьми и видел, что паника, она навязана, это типа вот специально делается для чего-то, я не понимал для чего, ну и вот, и я хотел сказать, что нет, все нормально у нас. Я вижу новость какую-то, я проговариваю, блин, правильно ли я понял, не с ума ли я сошел, вот я, и мне очень важно понять, что я не один, что вот я тоже так считаю, потому что я слышу такие точки зрения сумасшедшие, где люди вообще, я такой, оу, не дай бог их большинство, не дай бог их больше, ну, мне это очень важно. Ну, в селе есть там, да, родители, да, там есть пару вариантов, односельчане, мне тоже знаю, что односельчане есть, много гадостей говорят и так далее. Какие-то родственники, может, есть, ну, я с родителями так чуть-чуть, мы общались, я понял, что они думают, я злился начально, потом успокоился и понял, что, ну, вряд ли ты сможешь переубедить. А ссориться из-за этого с родителями, наверное, наверное, смысла немного в этом. Поэтому мы как-то обходим эти темы, потому что я думаю, что если я буду орать и с пеной вот здесь доказывать, что родителям ничего хорошее из этого не выйдет. Родители поддерживают двойную, либо они... Ну, как сказать, ну, это большинство позиций в Молдове старше, там, взрослого поколения, которое из Советского Союза, которое вот всегда с Россией, они всегда были, там, голосовали за социалистов, вот такое все. Ну, это пророссийское мышление всегда было, и сейчас, когда с новостей опять, даже из начала войны с новостей что-то как-то подавались новости по-разному. Хорошо хоть закрыли эти каналы, а раньше, когда началась война, все равно эти новости вот так подавались, неоднозначно, что-то там американцы, что-то там вот это, и родители против войны. Страшно происходит, но картину видят не так, как она есть на самом деле, потому что так подается. Удалось кого-то переубедить из родственников, знакомых, которые поддерживали Россию? Да, я думаю, нет. Я думаю, это очень сложно в этой ситуации кого-то переубеждать. Не знаю, но если какие-то кадры не переубеждают, какие-то новости, какие-то статистические, вот эти цифры просто не переубеждают человека, Буча, Ирпен и так далее, если не переубеждают, то как ты можешь ты словами сказать? Ну, я не сильно пытаюсь этого делать, потому что, не знаю, человек сам должен решать и думать. Скучал по Кишиневу, по Молдове, в принципе? Да. По некоторым моментам, да. Нравится то, что мы делаем в стендап-клубе нашим. Это да. По публике тоже специфическое, другое чувство юмора здесь интересное. А другое в каком смысле? Ну, другое. Другой язык по-другому здесь. Другие люди. Юмор зависит от языка? Конечно, это инструмент, главный инструмент для этого. Мне надо купить макароны. Как ты попал на украинскую сцену? Был фестиваль, мы прошли, не прошли. Попали в отбор, в другую региональную лигу, а потом уже прошли дальше. Мы были там один раз на сочинском фестивале. Это было ужасно. Там куча денег было, надо было платить за взносы. Отношение к тебе очень плохое. С высока на тебя смотрят, не ставят тебя вообще ни во что. Тебе надо, чтобы у тебя были большие спонсоры. Мы были просто из села. Нам хотелось просто играть, веселиться. Плохой опыт. Очень не хотелось там играть. Мы пошли в Одессу. Одесса близко. Одесса нас хорошо принимает. Не знаю, ближе нам это все. Как ты познакомился с Зеленским? Он ведущий передачи, в которой я участвовал. Я был его фанатом, можно сказать. Открыв дверь своим ключом в кабинет, дожел Ренат Леонидович. Повесив свой пиджак на вешалку, он двинулся к креслу. Вы как знали, да? Как и если изменилось ли твое отношение, когда он стал президентом? Только в лучшую сторону. Я всегда поддерживал его, всегда следил за ним. Даже в моменты, когда люди критиковали его за что-то, я все равно понимал, что он такой. Я считаю, что люди не меняются. Если человек порядочный, хороший, в принципе, как человек, если он такой по жизни, то это всегда. Открыт микрофон, место, где комики проверяют шутки. Есть только одно правило, должно быть смешно вам. Если вам не смешно, первые две минуты комик, мы включаем вот такой звук комику. И это означает, что он должен уходить, что немножко скучно, и он должен уходить, готовиться лучше, плакать, я не знаю. Сколько российский юмор повлиял на наш молдавский юмор? Все было на русском, передачи тоже, юмор оттуда очень повлиял, сильно. А украинский? Меньше украинский, поскольку и в Украине то же самое было. Тоже было куча шоу русских, куча фильмов русских. Наш контент не считался чем-то крутым. Их контент только брали, их контент смотрели. К сожалению, так было. Ладно, новые шутки, они будут сегодня проверять, и посмотрим. Это же интересно смотреть, как на сцене человек мучается, чтобы принести вам смех. И вы такие, ааа, не смешно! Котовься, блин! Билет, блядь, я купил! Как ты относишься вообще к шуткам на русской сцене по поводу всех остальных стран СНГ? Я против вот этих всех штук, когда раздаются стереотипы, и люди не знают на самом деле, что там происходит внутри. Мне не нравятся шутки, где выставляют молдаван какими-то колхозными. Хочется развивать, показать, что есть прикольное в молдаване. Вот, поэтому мы и занимаемся сейчас стендапом, потому что тут приходишь, рассказываешь свои мысли, рефлексия про себя, про Молдову, про страну. Ну, в Лиге Смега это самоирония. Сейчас это не особо уже прикольно. Это вот то, против чего я. Мы тогда делали, получается. Что больше всего на тебя повлияло, как на комика? В начале был КВН, был комедий-клаб и все дела вот эти. Ну и фильмы какие-то комедийные, американские тоже очень сильно вдохновляли на это. Потом уже я познакомился со стендапом западным, и уже мне очень нравилось, и уже больше на него ориентировался. Как изменилось твое отношение к проблеме русского языка у нас после переезда в Украину? Ну как, я понял, что на самом деле притесняют больше румынок говорящих, чем русскоговорящих, как это говорилось. Потому что румынок говорящие всегда считались... Ну, уже много раз это говорилось, но это считалось какой-то язык такой. Царан, откуда-то там и села приехал. И русский язык, это из советского времени. Если ты говоришь на русском, значит, ты по карьерной лестнице поднимаешься и можешь подняться куда-то наверх. А румынский принижался. А сейчас то время, когда самоидентификация, когда ты можешь и должен развивать свой язык, свое что-то. Потому что вот эти имперские замашки, это вообще не круто. Да я его знаю с детства, у меня мама молдаванка. Мы общались, в школе учили, я всегда знал румынский язык. Просто меньше разговаривал, потому что везде переходили на русский, везде. Задержался самолет, я очень долго стоял с цветами и ждал девушку. Смотришь ли ты сейчас русских каких-то комиков, блогеров? Нет, не смотрю. Да, я просто их не смотрю, потому что они молчат и потому что они не называют вещи своими именами. Потому что они боятся. Я не хочу их понимать, мне все равно на это. Есть примеры, которые сказали, что это война, что Россия вторглась на территорию Украины, что назвали вещи своими именами, уехали там и как-то вот живут. Есть те, которые сидят. Я не могу представить себе, что можно вот спокойно так же смотреть на их шутки, как они шутят про жену, про что-то еще. Спокойно в то время, когда происходит война. Юмор это всегда про что-то актуальное. Типа вот сейчас происходит война, вот то, что интересует, то, что в воздухе витает.